Здесь будет располагаться спальня. Эта комната будет игровая. Здесь туалет вымывальный. Здесь будет буфетная. И здесь раздевалочка. То есть группа будет состоять, групповая ячейка, как она должна быть по Санкт-Петербургу. Такой будет школа-интернат после ремонта. Работы здесь начались еще в июле, а 1 сентября уже не за горами. На сегодняшний день эта школа единственная, которая не прошла проверку специалистов Пошнадзора. Все требования, которые указаны в правилах пожарной безопасности и в нормах, они должны быть выполнены. Но особое внимание это автоматика, автоматические системы противопожарной защиты, это автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения, система ПАК-стрелец-мониторинг. Это программно-аппаратный комплекс, который с объекта в сигнал приходит прямо на пульт 01. К этим требованиям руководство школы относится серьезно, ведь здесь будут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому и пожарная сигнализация должна быть не такой, как в обычных школах. Так, для слабослышащих установили низкочастотный усилитель, который подает сигнал с помощью вибрации. Специальная система оповещения будет и для слабовидящих ребят. Проверку этой школе сотрудники Пожнадзора устроят 17 августа и по подсчетам руководства в сроки они укладываются. На сегодняшний день 43 школы и 84 детских сада уже готовы к приему детей, хоть и с нарушениями. Например, электрощиты и противопожарные шкафы выполнены из горючих материалов. Во многих учреждениях нужно перезарядить огнетушители и увеличить давление воды в противопожарном водопроводе. Устранить эти замечания руководители от образования должны к началу учебного года. Сделать это раньше было невозможно, говорят специалисты. Денег не было. На комплексную безопасность образовательных учреждений из городского бюджета выделили 3 миллиона рублей. Кроме этого, выделяются средства из городского бюджета по программе ведомственной целевой укрепления материальной базы образовательных учреждений обеспечения безопасности. Программа эта была первоначально на 12, 13, 14 годы. Сейчас она тоже трехгодичная, 15, 16, 17. На 15 год по данной программе утверждена сумма около 44 миллиона 600. Но этих средств все равно не хватает, говорят специалисты. Ведь эту сумму необходимо распределить на 133 образовательных учреждения города. Однако, расставив приоритеты, чиновники выделили необходимую сумму для устранения замечаний надзорных ведомств. Проверки познадзора продолжаются. Окончательную оценку школам и детсадам поставят сотрудники управления образования в конце августа. Татьяна Жданова, Анатолий Холин, Новости.